Всем привет! Вы на канале Трафик Кардинал. Сегодня говорим о фундаменте арбитража, источниках трафика. Поставьте авансом лайк этому видео, чтобы другие вебы тоже его увидели. И прожмите колокольчик, а то пропустите новые выпуски. Давайте уже поговорим, откуда актуально заливаться в этом году без лишних слов. Поехали! Источники трафика могут быть внешними и внутренними. К первому относите рекламные площадки, через кабинет которых вы заливаете рекламные кампании и получаете трафик. А внутренние – это ваши ресурсы под SEO-трафик. Они отличаются по скорости старта и уровню вложений. Если говорить про SEO, период предстартовой подготовки может быть абсолютно любым. Все зависит от вашей стратегии и компетентности. Ну и финанс играет немаловажную роль в случае, если вы не создаете и администрируете проект самостоятельно, а только занимаетесь идейным управлением. Приобретение шаблона для движка или заказа дизайна, наполнение контентом с помощью копирайтеров или контент-мейкеров. Нам специалистов для разработки и интеграции технических модулей, SEO-оптимизации ресурса с технической стороны, улучшения скорости загрузки страниц, структуризации сайта, перелинковка и т.д. Все это очень серьезные затраты. Через сколько ваш ресурс сможет набирать траф? На скорость влияет то, как хорошо пользователи будут оценивать контент, насколько он точно удовлетворит поисковой интент. Само текстовое SEO сейчас вторично, поэтому сайт с первосортным контентом вполне может встать на ноги уже после месяца со дня запуска. Что касается внешних источников трафика, они всегда готовы к работе, а потому на запуск первой рекламной кампании вам понадобится гораздо меньше времени, день-два. В этом они точно выигрывают у SEO. Если говорить о бюджете, на старт потребуется более 250 долларов. Кстати, в одном из прошлых гайдов мы уже рассказывали, что нужно для старта в арбитраже, в том числе и про бюджет. Подсказку на видео пустим в углу экрана, обязательно посмотрите, если пропустили. Существует очень много внешних источников трафика. Проблема обычно состоит в том, какой же источник выбрать. Что стоит помнить? Первое. Далеко не все вертикали заходят в каждом источнике. Некоторые попросту запрещены в рамках рекламной политики сети. Второе. Бюджет на залив, который вы готовы потратить, играет важную роль. В некоторых источниках слишком дорогой трафик. Да, он качественный, но вы финансово его не потянете. И третье. Есть крайне сложные в работе источники, которые, например, новичок, просто не осилит со старта. Такие источники лучше приходить на опыте с других площадок. Внешние источники могут быть бесплатными. Механика залива через них называется УБТ, то есть условно-бесплатный трафик. Почему условно? Потому что бюджет на расходники по типу трекера вам все равно понадобятся при любом заливе. Источников под УБТ довольно много. Например, социальные сети, тематические блоги, форумы, доски объявлений. В идеале, если на площадке не будет чуткой модерации, в таком случае вы сможете спокойно оставлять сообщение с ссылкой на оффер в комментариях. Не стоит уповать на УБТ. Объективно, это не ваш выбор, если вы хотите объемов и большого профита. За ними идем на крупные рекламные платформы. Первый мировой гигант в нашем списке – это, конечно же, Google Ads. Это контекстная реклама компании Google. В Google Ads можно заливать поисковую рекламу, которая отображается в результатах поиска Google. Компании в контекстной медийной сети Google Ads – KMS. Это реклама на более 2 миллионах партнерских сайтах и приложениях. Торговые компании Google. Они же баннеры с изображениями и ценой. Компания для мобильных приложений. И видеореклама. Площадка может быть YouTube. Модель оплаты в Google Ads. CPS – оплата за клик. Относительная стоимость трафика высокая. Минимальная цена за клик составляет 1 цент. В Google действует аукцион в режиме реального времени. Яндекс.Директ. Самый популярный сервис контекстной рекламы в России. Площадка предлагает следующие типы рекламных кампаний. Поисковая реклама в результатах поиска Яндекса. RCA – компания в рекламной сети Яндекса. Это реклама на сайтах партнеров и в приложениях. Смарт-баннеры. Эти динамические объявления формируются с учетом интересов пользователя на основе файла. Фида с товарным ассортиментом. Реклама мобильных приложений. Относительная стоимость трафика высокая. Минимальная цена за клик в Яндекс.Директе составляет 30 копеек. В Яндекс.Директе действует аукцион в режиме реального времени. Модель оплаты – CPS. Оплата за клик. Ads Manager. Это платформа для залива рекламы в запрещенные сети. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Насколько большой объем трафика здесь можно получать, вы понимаете. Стоимость трафика относительно высокая. Модель оплаты – CPM, CPS, CPV, CPE. Сложность настройки высокая. Рекламная политика жесткая. Доступный гио весь мир. Тизерные и нативные сетки. Один из старейших источников трафика в арбитраже. Тизерки работают в основном по двум моделям оплаты – CPM и CPS. Сложность настройки низкая. Относительная стоимость трафика – либо низкая, либо средняя. Тизерек много, но не все могут дать много трафа. Поэтому пробежимся по тем площадкам, где объемы есть. Директ Эдверт. Крупная новостная тизерная сеть с 600 миллионами показов в сутки. В сети работают оферы красоты и здоровья. Одежда, аксессуары и реплики и другое. Гнездо. Тизерная сеть с женской аудиторией. Тизеры показываются в крупнейших женских сайтах. Тематика – это шопинг, мода, косметика. Эдвайл. Нативная сеть с ежемесячной активной аудиторией 20 миллионов человек. Преобладает Ру Трафик с России и других стран пост СНГ. Эмгид. Бывшая сетка Маркет Гид. Может предложить более 180 миллиардов показов в месяц. Эксоклик. Рекламная сеть по детал тематике. Помимо тизеров есть и другие форматы. Например, баннеры, пуши, пупандер, кликандер. Кадам. Сетка дает хорошие объемы по разным форматам. В том числе по тизерной рекламе и пушах. Пуш сетки. Пуши по-прежнему актуальны, а количество рекламных сетей, которые предлагает данный формат, только растет. Модели оплаты в основном CPM и CPS. Сложность настройки низкая. Относительная стоимость Трафика, как и с тизерами. Либо низкая, либо средняя. Пройдемся по самым крупным площадкам этой ниши. Пропеллер Ads. Крупнейший источник пуш-трафика с базой подписчиков более 600 миллионов реальных пользователей. Относительная стоимость Трафика средняя. Минимальная цена клика – полцента. Rich Ads. Насчитывает более 2 миллиардов пользователей. Предлагает быстрый запуск, эффективную оптимизацию и масштабирование компаний. Кликаду – мультиформатная рекламная сеть с трафиком от 4,5 тысяч активных издателей из более чем 240 стран. Adcash. Рекламная сеть предлагает трафик из 196 стран и является лидером в рекламе на развлекательных веб-сайтах. Многие тизерные нативные пуш-сетки предлагают большой выбор форматов, помимо основного, с которого они начинали. Например, Popander, Clickander, DirectClick, PreRoll и другие. Рынок не стоит на месте, поэтому актуальную информацию вы всегда можете заранее спросить у менеджеров рекламной сети. Даже до регистрации. При работе с тизерными и пуш-сетками всегда уточняйте, какое количество показов есть у них по вашим гео. А также спрашивайте с порога средние ставки по вашим гео. Так вы сэкономите время и бюджет. InApp-сети. Через них можно получить трафик из мобильных приложений. Вертикали, которые работают через InApp-рекламу, достаточно много. Среди них – гемблинг, бетинг, дейтинг, крипта и другие вертикали. Давайте посмотрим, какие площадки есть в этом сегменте. AdMob. Одна из крупнейших в мире сетей мобильной рекламы с оплатой за клик. Здесь есть разные форматы рекламы. Баннеры, нативная реклама, видео, игровая реклама. Модели плата – CPS и CPM. Не менее, а скорее более популярная площадка – Unity Edge. Новичкам будет сложно сюда зайти в плане бюджета, поскольку минимальный депозит – 1000 долларов. Зато качество и количество трафика в этой сетке превосходит все ожидания, опловины. Источник предлагает собственный инструмент для создания креативов и интеграции с мобильными трекерами. В сегодняшний выпуск мы постарались сместить как можно больше ключевых источников трафика, которые пригодятся вам в работе. Конечно, их гораздо больше, плюс постоянно появляются новые. Знаете, где найти еще другие источники трафика? Еще больше информации по актуальным площадкам и сеткам есть на нашем сайте Traffic Cardinal. Не забывайте подписываться и на наш телеграм-канал, ведь там первыми публикуются анонсы новых статей и видео. Ну и конечно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так вы смотивируете нас снимать еще больше полезного контента. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok